Доброе утро, друзья! Я пока помятая, только проснувшаяся. Хотела сказать, у нас сегодня выходной, потому что Алишер решил взять выходной, он же на выходных работал. И сегодня, в общем, остался дома. Пока он отсыпается, я гуляю с Рексой. Ну, в смысле, уже погуляла Рексу у нас быстро. Вот Артемия сидит, мультики смотрит за завтраком. Выспались мы сегодня хорошо. Мы вышли гулять всей семьей. И Артемия напомнила о горке, на которой он катался, когда мы ключи делали. Артемия теперь завлекает отца туда. Что, вы пошли за ледянкой и снеголепкой? Мы разошлись, все ребята пошли на горку, а я пошла в ближайший парк ходить, потому что прогулки стоя мне не нравятся. И потому что я сейчас стараюсь использовать возможность, когда кто-то может посидеть с Артемией. Так что буду слушать музыку, гулять по парку. Давно там не было. Надеюсь, там немножечко прочищено. Сугробы у нас, конечно, высоченные. Как это все вывозить будут, я не знаю. И это Маша скоро приезжает. Не знаю, может кто-то из вас на нее подписан. Маша Чадаева, бывшая комиссарова, которая олимпийская спортсменка на инвалидной коляске. На лыжах каталась, сломалась на Олимпиаде. Вот. А ей надо на два дня в Питер приехать, паспорт загран получить. Как она будет? Просто представьте себе человека на инвалидной коляске, который, я не знаю, ей даже к такси не подъехать будет в центре, чтобы сесть в такси. Вот это жесть. Я надеюсь, к ее приезду немножко расчистят. Потому что доступной среды у нас нет сейчас от слова совсем. Вот. Мы сейчас сидели утром. Мы измерили кухню. Я хочу посчитать, сколько надо обоев на нее. Реально, мне очень хочется переклеить обои. Только я боюсь, что я сама не справлюсь. Просто потому, что я клеила обои два раза в жизни. Один раз на даче в комнате бабушки и дедушки, когда мне было лет 10, наверное. И второй раз мы с Алишером клеили на чердаке у меня на даче. Мы ее там поклеили очень хорошо. Но там очень короткие куски надо было клеить. Ну, такие до полутора метров. Помните, у нас там такая крыша, да? Скат и стенки. Вот. Такие куски легко клеить. А тут, ну, сколько там, не помню, два с половиной метра потолки. Надо еще красиво сделать ровно. В общем, я озадачена. Но можно позвать маму. Мама у меня обои клеит вообще классно. Ну, сейчас она не может. У меня сейчас там с ногой проблемы. Попозже, может, ей когда станет лучше, она согласится мне помочь. Потому что она говорит, да, да, надо переклеить. Вот. Это единственное, по поводу чего я сомневаюсь в том плане, что я хочу. Но боюсь, что не сделаю. Вот. И сидели сегодня утром, тоже выбирали посудомойку. У меня глаза разбегаются. Я не знаю, какую брать. Я сижу, читаю отзывы на Яндекс.Маркете. И я не понимаю, они все одинаковые. Ну, в смысле, они все разные. И какая из них лучше, откуда я знаю. Там в той ценовой категории, которая мне подходит. Ну, не супердорогие. Дорогие. 200 моделей. Из них у сотни хорошие отзывы. Ну, как я должна выбрать? Вообще. Ну, в общем, она на сегодня будет еще посидеть. И постараться определиться уже с моделью и заказать. Вот, пока привезут. 100 лет пройдет. Так, я все хочу перейти на серединку. Хотя, может, очень не приходится. Нет, я хочу полить. Нет, я не иду в парк. Я иду спешим шагом обратно. Потому что я сунула руку в карман за наушниками. А у наушников нету. А они там были. У меня в личном все вываливается из этих карманов. Я уже ключи кладу в другой карман. Неудобные эти карманы. Смотрите. Я надеюсь, я наушники свои сейчас найду. Они вот, ну, беспроводные. Белый чехольчик. На белом снегу. 100% они выполнили на детской площадке. Там сейчас какой-то дяденька с ребенком. Посмотрим, кому достанут мои наушники. Я не хочу терять. Нашла на проезжей части. О, подъезд дальше расснимала. Айфон достала из кармана. Короче. Короче, неудобные карманы у этого пуховика. Я и так очень теперь аккуратно все придерживаю. Но вот, поторопилась. Ура! Все, буду слышать музыку. У меня камера замерзла, так что продолжаю на телефон снимать. В общем, просто небольшой парк. Я тут с коляской раньше часто гуляла. Хорошо тут. Снега много. И никого нету. Потому что будний день даже как-то не очень комфортно. Обычно тут лыжники ходят. Лыжня тут есть. Ну так, видно следы. Вот. Но поскольку будний день 12 часов, никого нету. Так что иду, слушаю музыку, наслаждается. Дорожка хорошая. Меня это радует. Потому что падать мне тут не хочется. Смотрите на этого ребенка. Ну подойди сюда. Смотрите, какой румянец. И вот он дома скакал часа два перед выходом. Потом сейчас полтора часа нон-стоп катался. Пришел домой и дальше бегает. И я такая прогулялась часик и сижу. Откуда у детей столько энергии? Я не знаю. Сейчас сделаю себе салатик. К той еде готовой, которую нам привезли. И Алишера тоже. Будем обедать. Артемий все еще кашу завтрашенную не доел. Поэтому будет доедать свою кашу. Потом уже будем дальше готовить. Какая я красотка. Свет, ракурс, все вообще идеально. Короче, я что-то не помню. Когда я снимала прошлый кусочек влога. Мы погуляли. Мы вкусно пообедали. Потом мальчишки отдыхали. А я занималась уборкой, домом, бытом. Потом они собрались и поехали на тренировку. Артемий катался на лыжах. Сегодня, кстати, катался в средней группе. Не в младшей, а в средней. Я попросила тренера. Главное, чтобы его на пробу перевели в группу постарше. И ты справился, да? Да? Сначала было страшно? Нет, сначала медленно. Медленно? Да, а потом все быстрее и быстрее и быстрее. Мне папа присылал видео, как ты сам съезжал со склоном. А присылал, как я чуть не вырезался. Нет, я только видела, как ты сам без тренера съезжал по трассе. Вот так вот, ручки на коленке и ехал. Да? А я там еще чуть не вырезался. Ну, вообще. Потому что отпустил ноги, чтобы они совсем не тормозили и просто вот так ехали. По прямой он ехал. Нет, не по прямой, маленькими поворотами. Ага, слалом он. Но слишком сильно разогнался, да? Да, и чуть не вырезался, но успел вот так лыжу, чтобы она в бот поехала. Ага, закантовался, ясно. Я перевожу на горнолыжный язык. В общем, пока они были на тренировке, я в это время занималась своим курсом немецкого. Три урока загрузила. И параллельно, чтобы не было скучно, поскольку работа достаточно монотонная, включила фильм и решила, надо что-то такое включить, что я уже видела, чтобы не отвлекаться на сюжет, там не смотреть. Ну, когда интересно же, так начинаешь смотреть. Я включила... Мне показалось, телефон вибрирует. Я включила служебный роман. Я на самом деле служебный роман в первый раз смотрела во взрослом возрасте уже где-то лет, может, 8 назад. Ну, короче, я уже универ закончила, и мы уже жили с Элишером, да, уже поженились, в общаге жили. И вот тогда я посмотрела в первый раз служебный роман, и я была просто в восторге. Я вообще была в недоумении, почему я такой шедевральный фильм ни разу не видела, и почему его вообще по телеку редко показывают. Ну, сейчас я вообще телевизор редко смотрю. Но как бы вот фильмы, знаете, там типа «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы», «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Москва слезам не верит». А, кстати, Иван Васильевич, а меня и проверьте, а то мы с тобой посмотрели. Да, мы с тобой смотрели вместе. Короче, вот эти фильмы показывают часто, а служебный роман, даже если показывали, что-то я на него не наткнулась. Вот, и в общем, я его посмотрела всего один раз, вот, несколько лет назад, и осталась в восторге. Сегодня я его пересмотрела, обе части успела. Под конец уже просто последние полчаса сидела, смотрела, работу закончила, ну, уже устала. Вот, и так мне он снова понравился. Он такой классный, такой добрый. И после того, как я прошла курсы у психолога в прошлом году, мне теперь стала понятна одна из причин, почему этот фильм популярен долгие годы. Очень грамотно выстроена любовная линия, несмотря на то, что это комедия, но ничего не притянуто за уши, и всё логично с точки зрения психологии, то, что вот они друг с другом так, ну, скажем, заигрывают, да, интересуются друг другом. Это всё очень-очень грамотно прописано. То есть, ну, сценаристы, вот, команды, которые создавали эти фильмы, они прям большие-большие молодцы. Короче, я так зарядилась хорошим настроением. И была очень довольна. И вот, как только я досмотрела, приехали мои мальчики. Тут вот у меня Артёшкин. Сейчас мы будем читать. А папа ушёл по стыке. Да, папа ушёл к парикмахеру. Он поехал на дом. Парикмахер у него парень. На дом поехал, потому что что-то сказал, что парикмахер уволился из барбершопа, который у нас тут в сестрике. Ну, он живёт здесь в Сестрорецке. Вот Артёшер пошёл. Ну, сейчас в 9 вечера. Сейчас уже вернуться должно. Давно ушёл. Часа полтора назад. Нам доехать ещё, конечно, надо. Он ещё перед тем ушёл, как я съел, как я наелся макарон и помылся. Так что давно. Позвонила мне мама. Сказала, что у дяди Вани ковид подтвердился. У тети Маш ещё не пришёл. Ответ на тест, но симптомы одинаковые. Короче, болеет дядя Ваня, тетя Маша. Ну, дядя Ваня, вы знаете, тетя Маша – это его сестра. На Новый год иногда во влогах она у меня бывает. Вот. И болеет также Наташка. Моя она двоюродная, троюродная сестра. Ну, короче, дочка тети Маши. И началось всё с Алисы, дочки Наташки. Алиса младше Артемии, ей года три, наверное, сейчас. Заболела Алиса, заболела Наташа, заболела тетя Маша, заболел дядя Ваня. Все с ковидом. И вот у папы моего семья болеет, но врач к ним не пришёл, поэтому как бы непонятно, ковид это или нет. Ну, похоже, ну, короче, в Питере просто сейчас такая жесть. Я, походу, даже к Марине в гости в ближайшие пару недель ездить не буду. И вообще, просто вообще никуда ходить не буду, кроме как гулять, ну, там, отвезти ребёнка на тренировку. И то, что он на свежем возле Анатутия занимается, это единственная причина, по которой он занимается. Потому что если была какая-то секция в закрытом помещении, мы бы тоже сейчас не ходили. У нас одна задача сейчас сохранить со всей семьёй, я просто вот так вот, чтобы никто эту заразу в дом не принёс. Мартин, я лошадка. Давай читать. Да, давай читать. Вроде все новости рассказала, всё, что хотела. Что-то вот, ну, не снимала я сегодня, я не знаю, почему. Как-то так получилось. Я вот только вечером такая, блин, я же влог-то и не поснимала. День хороший у тебя был? Да. Да? Всё понравилось сегодня? Хороший выходной, да, семейный был? Угу. Так. Ну, всё, мы будем... А почему у тебя более большой был? Кто? Квадратик. Квадратик, потому что я более крупная на камере. Я такая лохматая. Ты вообще... Я уже умылась всё, кремушек нанесла, такую масочку ночную, плотную кожу увлажняю. А где маска? Она прозрачная, она впиталась в кожу. Есть такая маска, это такой крем, называется маска. Это не такая маска, которую прикладывают к лицу, а просто намазываешь, она впитывается. А надо на тебе белую маску навсегда наделать. Зачем? Чтобы было привидение. Ну вот. Я что, такая некрасивая, что меня надо прятать под маской? Нет. Я красивая? Да. Да? Ага. Спасибо, приятно. Ну тебе и можно привидением. Ну и привидением тоже можно побыть, мама. Ну ладно, ребятки, в общем, увидимся с вами завтра. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok